друзья всем привет и западной сибири ну вот уже февраль шагает по планете самое время проверить наши дачные богатства сегодня проверяю гладиолусы кратко расскажу вам как я их сохраняю чем обрабатываю когда высаживаю конечно друзья гладиолусы каждый сохраняет по-своему кто в погребе кто в подвале ну а я свои сохраняю на двери холодильника вот в таких мешках они хорошо пропускают воздух подворачиваю луковицы в мешках несколько раз и на дверь холодильника это предохраняет их от цвета когда вы открываете дверь холодильника гладиолусы всегда прекрасно сохраняется конечно кто-то скажет что они займут много места это так но друзья в сибири у нас почти у всех по два холодильника у многих еще и морозильные камеры я не знаю хорошо это или плохо для дачников это не только хорошо это просто отлично друзья ну что же можно сказать о сохранности гладиолусы были заложены на сохранение в начале ноября в ушедшем сезоне мы немножко упустили момент выкопки и гладиолусы потеряли часть своей шутки после помывки но однако же смотрите они хорошо сохранились я решила их середине зимы зачистить полностью убираю остатки стеблей до конца остаются одни глазки ну а донца я удаляю осенью на даче сразу после выкопки обрываю донца и затем уже приношу их на помывку после помывки я замачиваю гладиолусы в темном растворе марганцовки на 20-30 минут а затем просто сушу под батареи на подносах в первый момент подкладываю газету на следующий день и и убираю газета впитывает влагу и затем время от времени их переворачиваю через месяц укладываю холодильник на хранение и вот я смотрю в этом сезоне гладиолусы сохранились просто отлично и очень хорошо видно что это различные сорта но по расцветке клубни определить сорт невозможно можно только сказать что самые темные луковицы красных гладиолусов это и будут самые темные красные сорта здесь примерно 6 а может быть 7 сортов различных гладиолусов красных темно-малиновых здесь разные гладиолусы которые мы не успели пометить перепутаем сейчас буду смотреть белые луковицы затем желтые и оранжевые затем детки сохранились они прекрасно смотрите как интересно они отличаются по цвету даже красные вот кажется что все они красные но все же это абсолютно разные сорта из всего этого богатства из двух мешков я пока обнаружила только одну луковицу посмотрите на ней плесень ватная белая сейчас я просто эту плесень удалю обработаю чем-нибудь типа перекиси подсушу и положу отдельно плесень как видите не успела перекинуться на другие клубни что хотелось бы сказать еще из интересного не очень хорошо когда у рождаются очень крупные луковицы я уж не буду измерять их линейкой но бывает что они становятся просто огромными так происходит если их хорошо удобрять и где мы гладиолусы не удобряем у нас это идут как растения дико растущие высаживаем грядку всегда получаем отличный результат единственное что я добавляю на грядку в момент когда начинают закладываться луковицы после цветения я сыплю за руку за залу также как под свои пионы и немножко их рыхлю гладиолусу друзья нуждаются в обильном поливе в не не в ежедневном но в очень обильном если вы их поливаете если у кого-то такой возможности нет или на дачах плохо с водой то лучше тогда их совсем не выращивать вы не получите посадочный материал нужного качества конечно вот такие луковицы тоже все будут цвести но лучше если вы получите у себя на грядке луковицы усредненного размера вот тогда вы получите крепкий колос с добротными цветами ну а вот такие крупные луковицы могут дать вам два ростка изредка даже три и два или три колоса из этих луковиц они будут не будут полноценными один из них процветет более-менее красиво другой будет мельче вот это то мне не нравится поэтому я конечно раз есть возможность их не удобрять то я друзья и не удобряю зачем излишне тратить свои силы на это ну как видите материал выглядит просто отлично какую луковицу не переверни посмотрите замечательно выглядят они но почему я решила сегодня их зачистить до конца да потому что в прошлом сезоне я делала это в спешке и на некоторых клубнях повредила ростки когда же мы достаем с хранения свои гладиолусы я достаю свои гладиолусы из холода из холодильника середине апреля примерно 10 11 12 апреля зачищаю полностью те которые луковицы не зачищены раскладываю их на подносы и они так лежат у меня до высадки перед высадкой я обрабатываю их любым средством от вредителей друзья я никогда не обрабатываю гладиолусы максимом потому что видите у нас не бывает гнили редко у нас последнее время бывают такие сырые годы возможно это зависит еще от земли никаких гнили я на них не видела вот в этом сезоне это луковица единственная обычно вообще я такое вижу впервые никаких гнили никакой плесени ничего обычно у меня никогда не было обрабатываю любым средством от вредителей сильным средством и тут же высаживаю то есть утром обработала а после обеда высадила и гладиолусы всегда прекрасно развиваются каким средством точно сказать вам я теперь не смогу потому что средства были импортные сейчас много новинок уже продается российского производства пробовать будем любые которые воздействуют на разнообразных вредителей но и в конце снятия шубок с гладиолусов я это все складываю мешок выбрасываю и вот так друзья в очках через лупу внимательно смотрю не проползает ли там кто-либо но как правило такого не случается сейчас я их буду складывать в мешки мешки вытряхну подверну мешки и вновь положу на дверь холодильника доставать буду я вам уже сказала 10 12 11 апреля но высаживаю я свои гладиолусы рано с 27 по 2 мая ежегодно друзья гладиолусы мы выращиваем всю жизнь мне нужно чтобы они процвели до 1 сентября то есть до самого начала сентября потому что в конце августа и в первой декаде сентября могут быть очень сильные заморозки и затем уже не бывает такого тепла и все те гладиолусы которые не успели процвести они как правило колос свой открыть друзья уже не смогут а мне это нужно увидеть все сорта поэтому я высаживаю с 27 по 2 но обычно получается у меня 29 30 апреля или 1 мая да друзья пионы это цветы императорские но гладиолус цветок величественный и списке по красоте для меня они будут на втором месте ради гладиолусов друзья своей сибири я пропущу даже розы это очень красиво букеты из гладиолусов мы просто прекрасно выбирайте сорта российской селекции сейчас их начнут продавать в магазинах старайтесь выбирать с более средними луковицами за слишком мелкими луковицами вот такого размера нужно хорошо следить они не процветут в первый год и могут затеряться но если коллекция сильно увеличивается конечно приходится все лето по мере цветения помечать самые любимые сорта но остальное уже как придется раздавать дарить кто-то продает коллекция как правило увеличивается ежегодно и очень быстро я стараюсь содержать не более 160 примерно луковиц цветущих и даже меньше потому что приходится экономить место высаживаете друзья гладиолусы вы всегда будете довольны что хотелось бы сказать еще почитайте внимательно информацию найдите в интернете не все сорта сохраняются многие из них исчезают в течение двух трех лет из коллекции такими сортами я не занимаюсь ну а если гладиолус действительно сортовой то он вашей коллекции будет существовать десятилетия никуда не денется даже если он не выдаст вам луковицу достаточной величины не успеет процвести он все равно в итоге возобновится не все сорта дают хорошо детки но есть очень урожайные на детки сорта и за этим надо следить иначе они вашу коллекцию просто переполнят даже не знаю что хотелось бы еще сказать вам об этих прекрасных цветах наверное в общих чертах сказано все